МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вам, как обычно, 500 грамм докторской, молоко зареченское и половинку белого, правильно? Точно. А колбаска-то? Свежий хлеб сегодняшний. Ага. Вот. Спасибо. Татьяна Михайловна, а может, вам яблочек красненьких сезонных взвесить? Вашей Кате любит их. Ты как узнал, Надюш? Они ж только ночи приехали. А у вас брелочек новый. Я сразу поняла, внучка бабушке подарила. Она, она, угадала, Надюш. Выстроглазая ты. Давай, взвесь мне сезонных килограмм, остальное, как обычно. Не Надя, а телепат. Ага. Телепат. Вот такая наблюдательная, а измену мужа собственного проглядела. Ну, ведь вот так и бывает. Как говорится, сапожник без сапог. А все-таки повезло у Баграма с Надькой, да? А то. Здрасте. 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 И тебе добрый день, Баграм. Лёгко, ну поминь. Да. Как торговля? Идет. Ну, вижу, что идет там у покупательницы. Пакеты какие-то неполные. Баграм, вечно ты не недоволен. А я, между прочим, посчитала, что с тех пор, как я тут работаю, у тебя прибыль в полтора раза выросла. А ты что, это мои деньги считаешь-то? Я свои считаю. Ты мне процент с продаж обещал? А ты их сама не начислила? Ты о чем? О том, что тут вот не довесила, тут не досчитала, вот тебе и проценты с продаж. Баграм, я честно работаю. И мы с тобой так не договаривались. А почему ты не выложила куриные окорочка? Они пришли испорченные, я их списала. Знаешь почему? Потому что ты их забыла в холодильник положить. Деньги мои считала. Да нет же, говорю тебе, ну. Будешь мне должна за десять кило курятины. Да чего, это же нечестно. Ну, в торговле честно не надо. Надо, чтобы прибыльно. Ну, что ж такое? Привет, пап. Привет, дочь. Надь! Я сейчас. Господи. Чего тебе, Лер? Ну, что ты мне душу травишь, а? Я же просила меня не трогать. Миша не у тебя? Нет, и быть его здесь не может. Пропал он. Давно? Ну, второй день на звонки не отвечает. Горбатого могилы исправит. Я тебя решил бросить? Нет, у нас, у нас все было хорошо. Я тоже думала, что у нас с ним все хорошо. Он ребенка ждал. Он на руках меня носил. Прости. От меня ты чего хочешь? Надо заявление писать, что пропал. Пиши, я что? Да не могу я. Я ходила в полицию, меня назад завернули. Потому что по документам я ему никто. А ты законная жена. И что? Прям ни слуху, ни духу и телефон не в сети. Надь, с ним точно что-то случилось. Чего ей надо? Мишка пропал. Он давно пропал. Из своей жизни. Тут другое. У меня предчувствие нехорошее. И с ним действительно могло что-то случиться. Случилось уже. Он паразит тебя на Лерку променял. Чего ему дураку-то не хватало? Пап, ну ты знаешь, что не хватало. Он ребенка хотел, а у меня не получилось. Ну, понятно, какой мужчина это терпеть будет. А Лерка тоже хороша. Ты к ней как к сестренке младшей. Все детство с ней провозилась. А она нож тебе в спину. Алло. Кредит? Какой кредит? За дуру меня не держите-то. Мошенники совсем обнаглели. Пап, ты тоже имей в виду. Не верь, если будут звонить насчет кредитов. Ну я что, совсем что ли? Что такое? Дада, здрасте. 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 У нас машину угнали. А когда узнали о пропаже машины? Утром. Оставили во дворе на ночь. Проснулись. Уже нет. Давайте документы. СТС я копию сделаю на телефон. А были какие-то приметы у машины? Да, были. На заднем стекле наклейка была. Наклейка? Что за наклейка? За рулем тигр. Тигр? Ну да. Пишите заявление. Я ж за этот экспонат столько деньжища вывалила. Аж сердце стучит. А я тебе говорила, не покупай такого дорогого, в одни нервы будут. Ой, не знаю. Все, Зоя Павленд, здрасте. Здрасте, дорогая. А я гостиницу привезла, понимаете? Надюшка, мамочка. Спасибо, додочка. А все по списку, ничего не забыла. А я и не сомневалась. У тебя всегда все точно, как в аптеке. Тедзоя, пойдемте, я вас носу. Надюш, а ты погоди. Я заявление принесу, участковому передашь, а то он ж месяц как к нам носа не кажет. А что случилось? Украли. Счастье мое украли. Петух у нее пропал, очень ценный. Породы павловские, золотистые, сам пестрый, а хвост всеми цветами переливается. А когда это случилось? Вчера. Да его сварили уж, наверное. Чего ты говоришь-то? А вы где были, когда он пропал? Я по делам ходила, дома никого не было. Вот они его и забрали, красавчика моего. А кто они? Вы подозреваете кого-то? Чего ты говоришь, что дома никого не было? Внук твой дома был. А мне что, набрал, что ли? Федька! Федька! А ну, подь сюда! А можно я сама с ним поговорю? Ну, давай. Тяжи. Ну, рассказывай. А, чего рассказывай? Я никого не видел, ничего не слышал. А делал что? Мылся. А, ты спал. Понятно. А с рукой у тебя чего? Ничего. Федь, я помочь тебе хочу. Но только если ты не будешь врать. А бабушке не скажете? Не скажу. Поклянитесь. Поклянусь. Ладно, пойдемте. А Далько? Нет, тут рядом. Баблен, Федор мне поможет. Мы отойдем, хорошо? Ну, идите. Раз вам так нужно. Все, не волнуйся, Лена. Надюшка найдет. О. Да друган мой с Москвы приехал Димка. Ну, я ему про петуха рассказал, а он не поверил. Во что? Что такие глад. Он же самый пестрый, чисто гепард. У него хвост и черный, то и зеленый. Я в интернете посмотрел, что этой породе 300 лет. Ничего себе. Ну и вот, бабка-то мне не разрешает никого домой уводить. Ну, я и взял петуха. Понял, Димка показать. И прям так, без клетки? Что, дурак, конечно, в клетке. Только он меня клюнул. Ну, я и вырну клетку. Ну, и где теперь петух? А, вон. Только вы не бегите. Он деру даст. Не догнать. А бегать за ним и не нужно. Ты его обходи, а я отсюда подойду. Давай. Понятно. Все, жду. Ух ты. Сигурь за руля. Цып-цып-цып-цып. Красавчик. Красавчик. Цып-цып-цып-цып-цып. Красавчик. 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 Ч-ч-ч-ч. 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 Ура, наконец-то. Ура, наконец-то. Мы тебя поймали. Хитрюка. Красавчик мой. Хороша. 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 Ну, рассказывай. Замешан, Федька-то. Кто красавчика-то взял? А это тайна следствия. Да, Федор? Да. Что к девчушке пристало? Нашелся красавчик. О, уже хорошо. Ох, какой красавчик. Да, красавчик. Идем, Федька. Раз нашелся, надо выпить. А тебе бы только выпить, да? Я не удивлюсь, что ты его истырил, чтобы потом найти, да и выпить. Да я его боюсь. Ты че? О, как же. Извини, Надюш, что так много продуктов, но у нас же дефицит. Мы живем как в Прибрежневе. Да. Раньше хоть автолавка к деревням ездила. Ой, ужас. Да, а сейчас не потопаешь, не полопаешь. Хоть красавчик орешь. Да я че сейчас как дамбу порозит? Эй, там не поделитесь-то. Ну-ка отдавай мне петуха, я тебя скорее заню. Мне несложно, я привезу. Спасибо, дорогая. Вот соседи-то, да, не соскучишься. Ой, петушиные бои. Да-да, войдите. О, Надь. Привет. Привет, Агнат. Сколько мы с тобой не виделись? Лет сто? Еще столько же не виделись мы, если бы ты свою работу делал. Ты чего в Лапино не ездишь? Че я в Лапино не езжу? Так не с кем, да и не на чем. Не с кем, помощника не дали, а не на чем. Просто транспорт не выделили. И все виноваты, кроме тебя. Если бы хотел бы, что-нибудь придумал бы. В Лапино люди пожилые, они к тебе сами не доедут. Так. Че случилось? С тем, что в Лапино случилось, я уже разобралась. Так. А приехала я по другому поводу. Я заявление хочу написать. Мишка пропал. Да, мне кажется, ни в первый, ни в последний раз. Уже привыкнуть к нам пора. Я серьезно. Он второй день дома не появляется, ей на звонки не отвечают. Ну, сейчас напишем заявление. На, пиши. Вот тебе ручка. А вообще, это мужская психология. У него ребенок просто на подходе. Вот он и меню жуется. А я думала, ты участковый, а не психолог. А я и психолог, и участковый, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Знакомая машина. Вот эта? Да. А где ты видела ее? В Лапино, куда ты не ездишь. А когда точно? Недавно. Что такое? Да нет, просто москвичи свои машины не досчитались. Во дворе дома такой кипиш устроили. А где конкретно, ты помнишь? Помню, на окраине, рядом с гаражами. Я ее по наклейке запомнила. У местных таких нет. Понятно, понятно. Шерсть. Какая шерсть? Ты чего? Сиделец, один бывший, полгода назад вышел. Антон Шерстов как раз в Лапино живет. Тачки тырил, на запчасти разбирал. Сейчас в мастерской открыл по ремонту. Все официально. Такой самозанятый. Не он за рулем был? Ты ее не запомнила, Игнат. Ладно. Поехали. Куда? В Лапино. Ты у меня как свидетель пойдешь. А на чем же мы поедем? Да нету здесь такой машины, я тебе отвечаю. Ну, значит, была? Не была. И нет. Но ошиблась свидетельница ваша. Бывает. Как это нет? А это что? Вот же вишневая машина. Это что? Давай документы. Да, пожалуйста. Вот. Все законно. Сам денег заработал. Сам купил на запчасти. Девушка, а вы... А вы думаете, что машинки только по цвету, да, отличаются? Да. Вин номер совпадает. Да не расстраивайтесь вы так. Слушайте, ну... Давайте будем считать, что вы... Ну, ненарочно меня в угоне обвиняете. А так по неопытности. Поэтому я не буду устраивать скандал. Я вовсе не пыталась вас обвинять. Надя, пойдем. Всего доброго. До скорого. Вы заходите. Всегда рады. Надо же. Быстро он пригнал. Хорошо, что я успел тачку перебить. Слушай, а что за девица с ним? Лицо знакомое. Так это ж это... Жена Мишкина. Не, ну бывшая. Да ладно. Ага. Так может, она в курсе, куда он сментил? Это точно была та машина с наклейкой. Ты хоть не веришь? Да я тебе верю. Надь, только у нас с тобой доказательств. Ноль. И что теперь делать? Спасать мир. Дальше искать. Я бы это так не оставила. Так иди к нам в отдел. У нас как раз на три деревни. Две руки. Обе мои, прикинь. Ты что, обиделся? Да нет. Слушай, а помнишь, как ты в школе нашего завхоза за продажей казенного инвентаря спалила? А без тебя мне спалила. Это ты же у него улики нашел. Да. А помнишь, как нас дразнили? Надя и Игнать. Я, кстати, именно после этого случая и решил в полицию идти, между прочим. Думал, вместе с тобой будем как-то дела распутывать, раскручивать. Ну ты тогда за Михаила замуж вышла. И тетю. Что это за тетю? Ну, я понимаю, что семейная жизнь так затягивает. Не до меня тебе стало. А ты думаешь, я поэтому в полицию не пошла работать? А не поэтому? Нет, Игнат. Это как-то несерьезно все было. Школьная романтика. А семейная жизнь, это знаешь ли, не только загадки разгадывать. То есть моя работа, это так, несерьезно что-то. Ну, спасибо тебе. Игнат. Алло, нет у меня никаких кредитов. Достали уже. Настырные такие эти мошенники. Да. Ну, кстати, подождите. Участковый полномоченный, Лесков Игнат слушает, внимательно вас. Да. Похоже, действительно из банка звонят. Михаил? А имя человека? Михаил? Да, скоро мы с вами встретимся и созвонимся. Спасибо. На, муж твой поход действительно на тебя кредит взял. Что? Вот зараза. Я как знала, что не просто так он пропал. А ты куда идешь? Ты заявление о пропаже написала? Написала. Вот я по нему работаю. К тому же, при мне там будут гораздо любезнее. Поверь. Пойдем. Да, все верно. Дело в том, что ваш муж, Михаил Александрович, взял потребительский кредит и в последнее время не выходит на связь. А вы у него указаны как поручитель. Сколько он должен? Участковый полномоченный, Лесков Игнат. Я расследую исчезновение, Михаил Александрович. Сколько? Да-да, полтора миллиона. Дело в том, что Михаил Александрович не вносит платежи уже три месяца. Мы обращались к его гражданской супруге, но она нас направила к вам. Подождите, как вы вообще одобрили ему кредит на такую сумму? Он не работает официально. Он оформил кредит под залог дома. Какого дома? Моего дома? Подождите, это какая-то ошибка. Мы на него дом оформили ради удобства, когда мама еще была жива. А потом одно, другое, все как-то закрутилось. Послушайте, я все понимаю, но юридически Михаил Александрович является собственником. Поэтому, если он или вы не внесете платеж и не погасите задолженность, мы будем вынуждены конфисковать дом. Но вначале фургон, купленный на заемные деньги. Господи, что теперь делать-то? Так что, спасать мир? Шучу. Поедем к Лере? Я думаю, фургон у нее. Да, я поеду. Поедем. Напоминаю, это моя работа. Про кредит в курсе, конечно. Миша машину взял. Он хотел развозить продукты с оптовой базы по магазинам. Но знаете же, как бывает. То одно, то другое. Деньги кончились. Да и к проекту Миша остыл. К проекту? Очень на него похоже. В общем, долги становились все больше. И банк нас просто замучил. И ты перевела все стрелки на Надю. Голова закружилась. Когда Мишка-то исчез? Позавчера вечером. Он уехал по делам. Говорит мне, куда волновать не хочет. А ей чем волновать? Да не знаю я. Я не понимаю в его работе. Мне Миша говорил, что мне не надо вникать, а надо просто быть рядом. и вдохновлять. Вдохновлять. Получается, вы его муза. Мишка не на фургоне уехал, да? Нет, фургон тут стоит перед домом. Ключи давай. Дай я попробую. Дерни капот. Ага. Пробуй. Ну? Вот я дура. Всю жизнь заработать пытаюсь, а надо было вдохновлять. У тебя деньги-то есть? Кредит оплатят. У меня в заначке есть. Когда сможешь, тогда отдашь. У меня у самой заначка есть. Слушай, Игнат, а возьми мотоцикл мой пока. Хоть наконец до дальних деревень доедешь. Спасибо, Надя. Пожалуйста, Игнатия. Отдай капочку. Держи. Ух ты. Я что такое? На мотоцикл махнулся, не глядя? Если бы. С кредитом вместе отдали. С кредитом? Мишкин, что ли? А чей же еще? Пап, ты только не ругайся. Мне сегодня хватило, не добавляй. Я и не собираюсь. Что делать с ним будешь? Банку отдам, на кой он мне. Неплохой фургончик. Масляные фильтры поменяю. Может быть, сход-развал надо посмотреть. Он твой. Делай все, что хочешь. Да. Хороший машин. Твадцать один. Твадцать два. Твадцать три. Твадцать четыре. Надька. А фургончик-то даже очень ничего. Даже лучше, чем я думал. Что такое? Что такое слезки у нас? Надюш, ну что такое? Надежда, зачем слезы? Почему? Ты был прав, пап. Надо было сразу развестись с этим... Паразитом. Хуже. Пап, он взял кредит под залог дома. Нашего дома, пап. Вот же гад этот, Мишка. Надюш, все не так уж и плохо. Оно фургон какой. Просто шик, блеск, туру-ля-ля. Мне за него замуж выйти. За фургон? Зачем? Не надо за фургон замуж. Есть идеи получше. Надо нам с тобой бизнес взмутить, чтобы уже от Баграма не зависеть. Какая из меня бизнес-фума? Это у Мишки все время были прожекты, планы. А я... А я просто женщина, без всякого бизнеса. Да и не просто женщина. Дьякнова. От Дьяконовой не сдаются. А что же теперь делать? Давай-ка слезки высушим, сядем и придумаем бизнес-план. Игнат, ты что ли? А мотоцикл откуда? Начальство раскошелилось или сам? А, не то и не другое. У Надьки одолжу, потом верну. А-а-а. Слушай, тут муж ее, Мишка, бывший, пропал. А давно пропал-то. То я его накануне видел, он чью-то тачку перегонял. Перегонял? Ну да, сказал, и работа такая. Я документы проверил, все чисто и отпустил. А что ты его тогда тормозил? Что он нарушил? Так пятница была. Искали датых, а он трезвый был. Слушай, а тачку он случайно не вот эту перегонял? Да не, там темно-зеленая бэха была, седан. А это что за тачка? А, москвичи, во дворе потеряли. Это как? Как проснулись, смотрят два двора, она тю-тю. Бывает. Бывает. Мимо тебя не могли на этой вишневой машинке как-нибудь проскочить по другой дороге поехать? Да не исключено. На такой тачке даже по проселочной не проехать. Если только на тракторе, но и туда вряд ли. Точно, да? Ну ладно. Давай, хорошего тебе. Спасибо, взаимно. И поаккуратнее на дорогах, рокер. А то. Или, например, может стать этим, торговым представителем. Тут сыроварня новая открыл, за Ермольна. Чтобы зависеть от другого хозяина, не лучше ли уж с Баграмом? С ним как-то понять. А может в химическу обратиться? Ковры развозить? Ты сам-то давно ковер в химическу сдавал? Нет? Вот и ответ. Алло, Чидзоя, здрасте. Как здоровье ваше? Зоя, привет. Сереж, ты что ли? Я, я. Наденька хорошая моя. Здоровье? Тьфу-тьфу-тьфу. Я что звоню-то? Когда поедешь, колбаски мне такой же привези. Хорошо. Уж больно вкусную ты нашла. И бананы для Федьки Баблининова. Записала. Ему калий нужен. Для мозгов, говорят, хорошо. А денежку мы тебе при встрече отдадим прямо сразу. скажу. Ну, конечно. Автолавка. Что ты говоришь, а, Надюша? Тетя, все записала. Приеду, привезу. Пока. Пока, Надюшечка, пока. А что, если я накуплю продуктов и поеду в Ермолино? И в Лапино? И в Дальние деревни? Там народ голодный есть, а магазинов нет. А? Вот тебе, Надежда Сергеевна, и бизнес-план. Надь, ну, что ты впритык-то? Пойдем, работать надо. Подожди, Баграм. На меня кредит свалился. Прям сам? Пойдем. Можно и так сказать. Зарплата моей ежемесячной платежи покрывать не будет. Возможно, мне придется искать другую работу. Угу. Вот твою нутру-то вот полезла. Зарплату поднять не удалось. Решила меня пошантажировать. Пойдем. Да нет же. Ну, хорошо. Зарплату я тебе не подниму, но вот штраф за курятину я тебе прощаю. Все, пошли. Баграм, я не шантажистка, я с предложением. Мне достался кредитный фургончик. Я могу возить тебе продукты с оптовки, с твоими связями получится выгодно. А потом ездить по деревням и торговать с фургона, как автолавка. Ну, как тебе предложение? Класс. Правда? То есть, ты решила воспользоваться моими связями и потом отбить у меня моих клиентов, да? Да нет же, ты неправильно понял. Я все правильно понял. Знаешь, что, уходя, уходи. Я на твое место троих таких возьму. Понятно? предложение у нее, понимаешь? Как знаешь. Как знаешь. Так. это что такое? Бэшка пятой серии, цвет зеленый. А вот так, голубчик. Продано. телефон. Телефон. Так. Пап, дай, пожалуйста, ключи от фургончика. Надюшка, я тут кое-какие детали нашел в фургоне. Мишкины, наверное. Что с ним делать? Запасные? Да в том-то и дело, что от других машин. Ну, Мишкины, наверное, объявится, отдадим. Они дорогие. И что ты предлагаешь продать? Да я не про ту. Странно просто. Мишка в долгах, как в шелках, а у него в кузове дорогие детали, как мусор валяются. Чего он их не продал-то? Пап, я не знаю. Хочешь, потом сам у него спроси. Все. Я, я на оптовку поехала. А почему у вас цена разная указана? От и до. Ну, от партии зависит. Чем партия больше, тем дешевле. Поняла. А вы на Баграму работаете? Нет, 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 на себя. У меня столовка. Угу. Это хорошо. Здесь столько разного товара. А что лучше купить? Не понимаю, подскажете? Ну, на акцию смотрите. Вот, к примеру, яйца. Скидка от производителя. Хорошие, я знаю. Цена на них обычно выше. Я возьму. Вот газировочка. Хорошая скидка. Да, я возьму. Упаковку. Отлично. А там апельсины, марокканские. Во. Гляну. А я вам сейчас погружу. Вот сюрприз, так сюрприз, да. Автолавка. Откуда это? Так это вы мне с баблей на идею подали. Есть спрос, вот предложение. Молодец, Надюшка, молодец. Дай бог, все будет хорошо. Отец, негось гордится тобой, а. О, Баграм, здрасте. Здрасте. А где ж Надя? Уволил. Это за что это? Да за дело. Ну, ничего, пока сам один, скоро кого-нибудь найму. Так, что, выбирайте. У вас вот там сыр был такой, в желтой упаковке. А, кончился. Ничего, привезу позже. Да у вас вообще половина товара нету. Да, при Наде такого не было. Не было. Пойдем, сходим на рынок. Ну, может, что, возьмете? Да, брать-то нечего. Ну, завтра зайдем тогда к вам. Надюша, здравствуй. Здрасте, баба. А мне Зойка все разболтала. Ты так хорошо смотришься на фоне этой автолайки, да? Ой, держите бабли на ваш заказ. Удалось купить дешевле, поэтому даже больше получилось. А что это молоко не нашего региона? Тушенка другая. Так эта тушенка даже лучше. В магазине у Баграм она как космолет стоила, а на оптовке дешевле. Акция на нее, а качество отменное, вы не переживайте. Я даже не знаю, Надю. Привет, красавица. Чего тут у вас? Ну, вот смотри, молоко другое, тушенка другая. Лен, ты что, совсем же что ли, а? Чего? Тебе, Надюшка, такие продукты привезла, а ты еще кочевряжешься. Надь, дай-ка мне того же, только побольше. Извините. О, столько. Ты меня, дочка, извини. Я же это из-за деда. Привередливый он очень у меня. Ну, а я возьму. Может, ему и понравится. До встречи. Спасибо, Надюш. Пошли, привереда. Ну, так я, что ли? Добрый день. Привет. Готов заказ? Готов. Сколько с меня? 815. Вот. Спасибо. Надь, а могу я вас попросить брату моему продукты завезти? вы же в Ермолино сейчас едете? В Ермолино. Вот. Деньги убери, я так завезу. Спасибо. Я адрес смс-ка пришлю. До свидания. Пока. и снова здравствуйте. Ну, где Мишка-то? А я откуда знаю? Сама его ищу. Какой хороший, красивый фургончик у вас. Вообще-то, мне Мишенька должен кругленькую сумму денег. Надо бы расплатиться. А бери. Бери только чур с кредитом. О, как. Поедем в банк, все оформим. А заберешь так, я вот Игнату заяву напишу и получишь статью за угон. Гладко-гладко стелешь. Только если Мишки нет, то ты мне денежку наложен. В очередь вставай. За банком будешь. Здрасте. А что у вас тут происходит? Да вот деньги с меня требуют. Деньги требуют? А за что? А не за что. А за кого? Вот за мужа ее. Между прочим, по закону все. А, ну раз по закону, должна быть расписка, заверенная нотариусом. Есть? Нет? Ну, на нет и суда нет. Наденька, не беспокойся, а вас, Антон Шерстов, я попрошу на разговор. Пойдем, пойдем. Что ты хочешь? А что так грубо? Я, между прочим, при исполнении. А, чего изволите, гражданин начальник? Ну, другой вопрос. А давай как на духу. Мишка тебе гнал, зеленую бэху. Седан. Ну, мне и что? Там обвес надо было сделать после покупки. Хозяин попросил, обычное дело. Только Мишаня наш пропал вместе с этой машиной. А что, хозяин говорит? А ничего. Я вот теперь не знаю, как ему сказать, что Мишанька на его машине от долгов угнал. Слушай, Шерсть, а не дашь телефончик, хозяин? Телефончик. Телефончик. Может, номерком обойдешься? Хорошо. Сейчас. Ну, пиши, пиши. Пишу, пишу. Телефончик. Телефончик. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, пониже. Ага. Здрасте. А вы кто? Добрый вечер. Я Надежда. Надя. А я Борис. А можете мне костыли подать, пожалуйста? Да, простите. Ах, Тони, далеко. Мне в уборную надо. Помочь? Ну, спасибо. Справлюсь. А я продукты мне на кухне. Хорошо, спасибо. А родители твои где? Папу я не знаю. А мама уехала. В командировке? Не, совсем. Я с братом живу. Точнее как. Он редко появляется дома. Пытается нагуляться перед армией. Подружка у него есть, Танька. Красивая. Так что я его понимаю. А ты голодный? Не совсем. Мне Андрюха бутерброды сделал. Только он с утра спешил и забыл принести. Так что я на них смотрел весь день и уже не особо голоден. Я тебе сейчас что-нибудь приготовлю. Ты амблит любишь? А то. Вкусно. Помидорки прямо в тему. А давай еще принесу. Так уж и быть. Давай, давай. Несите. Давай. Я не всегда такой был. Я в мае в речку прыгнул с обрыва. Головой нырнул и прямо в дно. Короче, сам виноват. Кошмар какой. Не, кошмар был в больнице. Там меня всего парализовало. Потом чуть-чуть ручки начали двигаться, шея. В общем, были б деньги, я б на реабилитацию поехал. А так приходится своей очереди ждать. Она долгая. Но зато хотя бы бегать буду. Когда-нибудь. Конечно, будешь. Конечно. Борь. А давай я к тебе еще завтра приеду. Конечно, приезжайте. Только костыли мне поближе положите, ладно? Да, да. Ты ешь. Ешь. Гиспетчерская? Надь, а ты что не ешь-то? Невкусно, что ли? Да кусок в горло не лезет. Я все про парня того думаю, про Борьку. Что за парень? Жених, что ли? Мальчик. Инвалид. На костылях еле ходит. А его бывает одного оставляют. На несколько дней даже. Брат, я понимаю, ему 18-ти царя в голове нет. Ну, мать! Ситуация. Надо помочь как-нибудь. А может, и бы кресло соорудить? Какое кресло? Какое-какое. Такое на колесиках. Пусть хоть по дому передвигается. О, Игнат, что ли? Это чего среди ночи? Случилось что? Случилось. Автомобиль, в котором Мишку последний раз видели. Надь, только ты спокойна. Сгорел он. В овраге лежит, я сам видел. А Миша? СООБЩЕНИЕ 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 СООБ�